Сегодня я буду проповедовать на тему, которую я назвал «Не гордись, но бойся». Это название я взял из слов апостола Павла. И я хочу прочитать из послания к кремлянам, 11 глава, 17 стиха. Итак, если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на их место и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держися верою. Не гордись, но бойся. Это очень интересный текст. И апостол Павел с печалью в сердце говорит о своих собратьях по плоти, о евреях, о израильском народе. И он говорит, что они отломились, как ветви. И это произошло по причине их неверия. И обращаясь к обращенным или уверовавшим язычникам, он говорит, что если природную ветвь Бог не пощадил, то что будет с тобою? И он обращается к христианам, в данном случае, в Риме. И он говорит, не превозносись, не гордись, но бойся. Это очень такое серьезное предупреждение. До прихода Христа условно можно было разделить мир на две категории. Это народ избранный или народ Божий и язычники. Еще есть такая маленькая прослойка, которая называлась празелитами. Это обращенные в иудаизм язычники. И вот этот народ, он считался избранным народом. И он таким является и по сей день. Это избрание произошло на основании того, что так решил Бог. Мы не можем дать оценку этому избранию, потому что мы не можем мыслить так, как мыслит Бог. Мы не видим ситуацию так, как видит ее Бог. Мы можем только с этим согласиться. Или же сегодня есть люди, которые против этого. Вот они не согласны. Но это ни на что не влияет. Однажды Бог избрал одного человека. Его звали Авраам. И он клятвенно пообещал Аврааму, что от него он произведет народ. И с этим народом у Бога будет завет. И для этого народа у Бога есть обетование или обещание, которое Бог выполнит. Буквально в середине прошлого века, в 1948 году, как бы образовалось государство Израиль. Почти две тысячи лет такого государства не существовало. И оно каким-то чудным образом снова появилось. Оно появилось даже не благодаря тому, что делали люди, а даже, можно сказать, вопреки. И все было против этого. И до сих пор очень многое против. Но это государство есть. Причиной этому является то, что Бог пообещал Аврааму и его потомкам землю. И эта земля находится сейчас на той территории, на которой располагается государство Израиль. Бог продолжает исполнять свои обещания или свои обетования. Ему не нужно одобрение от людей. Он исполнит свое слово. И вот израильский народ, он назван природной ветвью, которая была привита к корню. В данном случае здесь сравнивается это со смоковницей. И Авраам, он считается основными сегодня религиями мировыми, праотцом. Авраама считает своим праотцом евреи. Есть такая религия, которую мы называем сегодня иудаизм. Своим духовным отцом считают Авраама также христиане. И своим отцом считают Авраама мусульмане. И они называются сегодня эти религии аврамические. Что на самом деле произошло, когда Бог сотворил человека, и от него, этого человека, стала наполняться вся земля? Нам известно сегодня, что весь этот мир, первый допотопный мир, он был уничтожен. Были на то свои очень серьезные и основательные причины. Этот мир просуществовал очень долго. Люди сегодня, когда читают Священное Писание, они читают несколько глав. И такое впечатление складывается, что это было очень быстро. Но от Адама до потопа прошло полторы тысячи лет. За полторы тысячи лет люди достигли очень многого. Очень сегодня невозможно представить, чтобы какой-то человек в современном мире по имени Ной, например, построил для себя ковчег огромных размеров. Мы даже такого сегодня не представляем. Но когда Ной строил ковчег, в принципе, само строительство никого не удивляло. Удивляло зачем? Они не видели в этом смысла. И эта цивилизация, она была высокоразвитой. Мы даже не представляем, насколько была развита эта цивилизация. Но все достижения цивилизации были утрачены после потопа. Осталось ровно столько, сколько мог взять с собой Ной и его сыновья с женами. Восемь человек. Если бы из современного мира оставить восемь человек, то все, что мы сегодня имеем, мы бы потеряли. Я сомневаюсь, что были бы компьютеры, я сомневаюсь, что были бы самолеты, что были бы достижения современной цивилизации. Было бы ровно столько, сколько могли бы взять с собой восемь человек. Знаний, умений, навыков и так далее. И где-то примерно, около трехсот лет после потопа, рождается Авраам. И вот с этим человеком Бог заключает завет. Авраам является первым евреем на земле. Для евреев это звучит немножко, ну, плохо воспринимается имя. Ной не был евреем. Адам не был евреем. Енох не был евреем. Потому что Бог сказал Аврааму, я от тебя произведу народ. И родоначальником евреем был Авраам. Но тоже не все, кто родился по плоти от Авраама, были евреями. Первый ребенок, который родился у Авраама, его звали Измаил. Авраам был женат на Саре. И у них не было детей. Уже позже, читая Писание, мы видим, что проблема была в Саре. Ее чрево было закрыто. И чтобы как-то помочь, даже может Богу помочь исполнить его обетование, было принято решение. На тот момент оно было абсолютно легальным. Оно не противоречило тем откровениям, которые имел Авраам. Сара предложила свою служанку Агарь, чтобы от нее родить ребенка. И родился Измаил. Измаила сегодня арабы считают своим родоначальником. Слово араб переводится как смешанный. Потому что Агарь была египтянкой, а Авраам был первым евреем. И вот от этих отношений родился Измаил. И Бог благословил Измаила. Но в Священном Писании очень четко сказано, что все Божьи обетования будут связаны не с Измаилом, а с рожденным от цары. И позже родился Исаак. И в Священном Писании говорится, что именно Исаака Бог благословил. И его потомков. И мы читаем неоднократно в Библии, Бог называет себя Я Бог Авраама, Я Бог Исаака и Я Бог Якова. Он не говорит Я Бог Авраама и Измаила. Но после смерти Сары Авраам еще раз женился. Его женой была Хитура. И у нее, точно мы знаем из Писания, от Авраама и Хитуры еще родились шесть сыновей. Поэтому потомства у Авраама много. Но завет Бог заключает только с теми, кто родился через Исаака. И я хочу прочитать это послание к римлянам, 9 глава, 7 стих. Апостол Павел в этом стихе, в принципе, все видно. Говорит об этом римлянам, 9, 7. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Вот Божий завет, он был передан Исааку. От Исаака это перешло на Якова. От Якова родились патриархи. И вот таким вот образом образовался избранный Богом народ. Народ, с которым Бог заключил свой завет. И одной из целью создания этого народа было то, чтобы через них явить миру Мессию. Нам проще слышать слово Христос. Но Мессия и Христос это абсолютно одинаковое слово, только на разных языках. Мессия это идет с таким еврейским уклоном, а Христос с греческим. Но это одно и то же. И даже Иисус говорил, что спасение от иудеев. В самом начале, когда Бог их создавал, размножал, и когда пришло время, они должны были выйти из Египта, Бог, обращаясь к ним, говорил, я хочу, чтобы вы были царями и священниками. Но удивительно, они не стали тогда царями и священниками. Они даже не вошли в обетованную землю. И причиной этому было их неверие. Они не поверили Богу. И уже в послании к евреям мы читаем, не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слушающих. И в этом послании есть обращение к нам. Смотрите, и вы не ожесточите своих сердец. И вот эти люди, имея обетование, они отломились, как ветви. И апостол Павел говорит, поневерю их. Они потеряли то, что им было дано. Это сложный очень вопрос. Это даже, может, философский вопрос. Я не думаю, что кто-то сможет дать на него ответ. Но в послании к римлянам мы читаем слова апостола Павла, который ссылается на пророка и говорит, даже если бы сыновь Израилев было как песок морской, только остаток спасется. И сегодня среди евреев не так много людей, которые принимают Христа. Их меньшинство. И я не хочу ни оценку этому давать, ни вмешиваться. Это, в принципе, не мое дело. Но что говорит апостол Павел? Ты, дикая маслина, обращается к язычникам, уверовавшим в Иисуса Христа. По благодати Божьей ты привился к корню. Ты получил доступ к Божьим обетованиям. Ты получил доступ к благословению. Не гордись. И не превозносись над природными ветвями. Не гордись. Но бойся. И снова я хочу вернуться в послание к римлянам 11 главу. 21 стих и 22. Римлянам 11 глава, 21 и 22 стих. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен. Вот такое строгое и очень серьезное предупреждение дает апостол Павел. Не гордись, но бойся. Причиной отпадения Израиля было неверие. Иисус пришел прежде всего к погибшим овцам Израиля. Это была его миссия на земле. Но в большинстве своем они его отвергли. Они его не приняли. И сегодня израильский народ ожидает миссию. Я имею в виду тех, которые не приняли Христа. И даже Иисус говорил, что меня не приняли, а того, который придет под именем своим, примите. И сегодня христиане на основании Писания знают, что придет время антихриста. Люди себе иногда рисуют его как, не знаю, какого-то такого с рогами черного и так далее. Это будет очень харизматическая личность. Очень харизматичная личность. И большинство людей в мире с огромной радостью пойдут за ним. С удовольствием признают его. Это не будет какое-то порабощение, какое-то насилие и так далее. То есть люди будут восхищены им. Там даже в Откровении написано и удивятся живущие на земле, насколько велик этот человек. И даже Израиль вначале подумает, что это Мессия. Но мы, как христиане, мы знаем, что Мессия или Христос, Он уже пришел. И второй раз Он придет уже не для спасения. И поэтому это очень серьезное предупреждение. Очень серьезное предупреждение. И я также хотел обратить особое внимание на то, что Израиль не является корнем. Израиль это ветви, которые привиты к корню. Многие из них так, кстати, не считают. Они считают, что они корень. И мы, как уверовавшие в Христа, привиты к ним. Но они тоже названы ветвями. А корень это другое. Или я бы так сказал другой. И корень это Христос. Это то, к чему мы все прививаемся. И именно неверие в Христа стало причиной того, что они отломились. И второй текст это Евангелие от Иоанна 15 глава. Я буду читать 5 и 6 стих. Евангелие от Иоанна 15 глава 5 и 6 стих. Здесь тоже аллегорически приводится в пример виноградная лоза. Там смоковница, а здесь виноградная лоза. но принцип тот же. И Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза, а мой отец виноградарь. И он называет, что вы ветви, а я лоза. И вот стих 5. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. вот речь идет опять о тех, кто привит к лозе. Это не какие-то посторонние ветви, там где-то лежащие на краю виноградника. Это ветви, которые привиты к лозе, а не на лозе. Но что Иисус говорит, что если не прибудет во мне, извергнется вон. А такие ветвы собирают и сжигают. И не стоит думать, что для того, чтобы быть привитым, нужно быть идеальным. Мы привиты верою. Мы привиты по милости Божьей. Это не наша заслуга, это Божья милость. И человек, который привит и приносит плод Богу, он тоже неидеален. Я не встречал таких людей, которые идеальны. Я встречал, которые думают, что они идеальны, но это неправда. Потому что любой искренний, честный человек, он признает, что в нем есть недостатки. Это так мы красиво называем недостатки. Называется оно по-другому в Библии. Почему я так думаю? Второй стих Евангелия от Иоанна 15-я глава. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». То есть несовершенная ветвь уже приносит плод. и Отец небесный как виноградарь, ту, которая приносит плод, он ее очищает. Я вообще считаю, что без того, чтобы приносить плод, невозможно быть очищенным. И этим плодом в нашей жизни является наш измененный характер, наша измененная жизнь. Это одна грань этого плода, вторая грань этого плода, это наше служение Богу. Бог на самом деле ни в чем не нуждается. Он не нуждается в служении рук человеческих. Но служение Богу, оно всегда практически, ну, скажем так, 99,9% оно связано со служением людям. То есть Бог что-то дает мне, чтобы я мог этим поделиться с кем-то. И если я что-то делаю для кого-то по воле Божьей, это и называется служение Богу. И это и есть тот плод, который мы приносим как ветвь на лозе. Например, когда мы кому-то свидетельствуем о Христе, мы делимся тем, что Бог дал нам. И даже есть такие слова, Иисус однажды говорит про фарисеев, вы имеете ключи разумения, вы сами не входите в царство и другим не даете. То есть вы это как бы в себе сокрыли. Вот это Бог дал мне, это мое, никому не дам. И Бог хочет, чтобы через меня Он мог дать что-то кому-то. В этом смысле я являюсь ветвью, которая приносит плод. И когда человек пребывает в Иисусе, а Иисус пребывает в нем, то самым ярким признаком того, что я в Иисусе, а Иисус во мне, это любовь. А любовь это жертва. любовь она отдает. И не потому, что надо, а потому, что хочет человек, он не может не отдавать. У него есть потребность в этом. И когда Слово Божье наполняет наше сердце, когда Дух Святой наполняет нас, у нас появляется потребность служения. Я хочу быть для кого-то благословением. В Новом Завете апостол Павел в послании к Галатам употребляет такое выражение, чтобы благословение Аврамова пришло и на язычников. Есть одна очень яркая черта благословения Аврамова. Бог ему сказал, и будешь ты в благословении. То есть ты будешь благословением для других. Иногда люди очень эгоистично воспринимают благословение Аврамова. Я мне мое побольше и так далее. Но благословение Аврамова и будешь ты в благословении. Я тебя возвеличу, я тебя благословлю и так далее. И будешь ты в благословении. это и есть тот плод, который ожидает отец, как по этой притче, как виноградарь. И если какая-то ветвь приносит плод, он ее очищает, чтобы она больше принесла плода. Потому что именно тогда, когда мы начинаем служить людям, очень многое открывается. Оказывается, люди неблагодарны. Оказывается, человек попадает под огромный шквал критики. Просто потому, что он хочет для кого-то что-то сделать. Его подозревают в чем угодно. Когда-то сказала одна политика, очень хорошие слова, если ты будешь идти по воде, то найдутся обязательно люди, которые скажут, смотрите, он даже не умеет плавать. Что бы ты ни делал, найдутся критики, которым что-то будет не так. Но когда ты во Христе, а Христос в тебе, тебя не остановит эта критика. Тебя не остановит неблагодарность людей. Тебя не остановит то, что тебе кто-то будет какие-то препятствия создавать. Почему? Ты будешь движим Божьей любовью, которая изливается в сердца наши, Духом Святым. И поэтому Иисус сказал здесь, без меня вы не можете делать ничего, у вас просто сил не хватит. Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, можете быть абсолютно уверены, будут критики. Будет кто-то, кто не согласен. Когда-то в детстве один мультфильм, не помню, как он называется, но фраза, которая меня укоренилась во мне, а Баба Яга против. Вот найдется Баба Яга, которая будет против. Или какой-то Кощей Бессмертный, который тоже будет против. Но ветвь, привитая к лозе, не может не приносить плод. Это противоестественно, это нереально, так не бывает. И когда человек не приносит плод, это говорит о том, что он не питается соками лозы. Он где-то не привит, где-то не поступает вот эта связь с лозой. Потому что Иисус однажды сказал, я пришел, чтобы дать вам жизнь, и жизнь с избытком. Мы даже это перекрутили с избытком, значит, у меня будет полно денег. Но он говорил, жизнь с избытком. Это когда человек полон жизни. А жизнь это всегда движение. Отсутствие движения вперед говорит о отсутствии жизни. Это только мертвое тело не двигается. Ему ничего не надо, он ничего не хочет, он ничего не планирует, ни стремиться. Он умер, все. И с него ушла жизнь. Но пока человек живой, то есть через него эта жизнь каким-то образом проявляется, так и духовная жизнь. Духовная жизнь должна в чем-то выражаться, в каких-то стремлениях, в каких-то целях, в каком-то даже усилии с моей стороны. Но не потому, что так надо, а потому что это побуждает меня изнутри Дух Святой и Слово, которое открывает мне Бог. И поэтому Иисус есть лоза, а мы ветви. И здесь, кстати, и в этой притче, и в том образе, о котором говорит апостол Павел в послании к римлянам, речь идет о том, что можно быть отсеченным. что можно потерять то, что Бог дал. Причем потерять можно навсегда. И поэтому апостол Павел говорит, не гордись. Римляне, чтобы вы представляли, римская церковь, это столичная церковь, это столица римской империи. Римляне сами по себе очень такие были, ну, они выше всех. Это у них были бани и тогда, когда ни у кого не было. Даже говорят, что водопровод был там чуть ли не в квартирах или в домах, где они жили. Римляне считали себя самой чистой нацией по сравнению с другими народами, которых окружали. И вот этот дух, наверное, был столичный, что мы особенные. И апостол Павел именно к Римлянам обращается, к этой церкви. Не гордись, но бойся, не превозносись. То, что там они отпали, это не твое дело, Бог разберется с ними. Но так как ты привит, то подумай, что если природная ветвь была исторгнута, то тем более это может произойти с тобой. И такое понимание, оно дает чувство ответственности, что оказывается, данное Богом нужно хранить. Во-первых, это нужно ценить. Если я не ценю что-то или кого-то, я и хранить не буду. Если я не ценю отношения с человеком, то мне в принципе все равно они у нас будут или нет. Для меня это не является важным. Я легко их потеряю, даже не замечу. Но если для меня этот человек является ценностью, я буду эти отношения хранить. И поэтому у нас есть эта привилегия, милость Божья, быть частью его народа. Мы, кстати, не только народ Божий, мы еще и дети Божьи. Восхотев, он родил нас словом истины. И это ценность, это огромное благословение. Но я также еще хочу сказать, это кредит. Кредит доверия, его нужно оправдать. И в книге Откровения есть такие слова «Держи то, что имеешь, чтобы кто не восхитил твоего венца». И если мы будем внимательно читать Новый Завет особенно, мы увидим, что есть и наша часть. Со страхом и трепетом совершай спасение твое. И Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. То есть, будучи как ветвь привита к лозе, Бог производит хотение и действие, направляет мое сердце, вдохновляет меня, располагает меня, побуждает меня. Но там дальше написаны очень интересные слова. Все делайте без ропота и сомнения. Имея даже побуждение от Бога, можно говорить, а почему я никого другого что или нету, почему только я один или сомнения, вдруг это не Бог. Все испытывайте хорошего, держитесь. И я хочу помолиться о том, чтобы Бог благословил нас и помог нам каждому быть ветвью, которая пребывает в Иисусе и в которой пребывает Иисус. Быть ветвью, которая приносит плод. Иметь веру, настоящую веру, не лицемерную, не показную, не для людей, а перед Богом. Потому что мы все равно, как бы мы там не говорили, но мы перед людьми всегда хотим показаться лучше, чем мы есть. Но веру нужно иметь перед Богом. Не люди нас будут оценивать, оценку будет ставить Бог, а Он знает наше сердце. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту великую милость, что через веру мы привиты к лозе. Я благодарю Тебя, Господь, за эту честь, за эту привилегию, за эту огромную милость, но я прошу Тебя, чтобы Ты помог осознавать также и ответственность, не гордиться, но иметь страх Божий, который является началом всякой мудрости на земле. Помоги мне и каждому из нас пребывать в Иисусе Христе, и чтобы Иисус Христос пребывал в нас, чтобы мы были тою ветвью, которая приносит плод, и которая приносит много плода для славы Иисуса Христа. И написано, что тем прославишься Ты, Отец Небесный, если мы принесем много плода. Я прошу Тебя, производи в каждом из нас хотение и действие по Твоему благоволению, а нам помоги без ропота и без сомнения исполнить волю Твою и совершить дело Твое на этой земле. Мы за все Тебя благодарим и воздаем Тебе честь и славу, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры